Всем привет, с вами Ванок. Вот уже несколько лет я рассказывал вам о Mountain Blade 2 Bannerlord, рассматривал его с разных сторон и с точки зрения геймплея и с точки зрения контента и по вопросам даже модифицирования его и в принципе на самом деле касались мы и такого вопроса как движок, но всегда достаточно поверхностно с по сути затрагиванием каких-то общих моментов, а так вот чтобы углубиться и посмотреть на эту деталь игры на самом деле мне не довелось, а на самом деле если так посмотреть то движок этой игры на самом деле является достаточно большим достижением Tell Words. И сейчас я говорю не о том что в принципе они хоть какую-то игру выпустили в хоть каком-то состоянии, а о том что в наши времена сделать качественный движок который бы соответствовал современным нормам, который бы работал бы так чтобы у тебя компьютер твой не загорался от малейшей нагрузки, на самом деле не так уж и просто. И турки в этом плане на самом деле сделали то что наверное им в будущем может помочь с дополнительным заработком, потому что на самом деле хорошие движки они на вес золота, особенно движки более-менее открытые, доступные. И сейчас на самом деле если так посмотреть есть два движка это Unreal и это Unity. Причем Unity в последнее время как я понимаю не особенно так развивается, то есть есть там какое-то конечно развитие, но он остался несколько позади Unreal, а Unreal сейчас по сути является топовым движком для игр, для новых, для инди-компаний всяких, потому что он обеспечивает максимальную настраивость, максимальную технологичность и кучу у него на самом деле у него преимуществ. И с одной стороны конечно Телворд со своими потугами, ну вряд ли они достигнут таких же высот как Unreal, но с другой стороны именно для тематических игр, для проектов которые хотят нам показать именно такое-то средневековье, то есть средневековье со сражениями, с глобальной картой, может с какими-то еще элементами, очень даже неплохо может подойти как замена Unreal, как такая-то более тематическая вещь и при этом при всем как вещь, которая ну очень даже неплохо работает в современных реалиях. Да что уж там говорить, если даже первый Mountain Blade оказался востребованным для сторонних разработчиков, если на нем-то уж выходили другие игры, то уж Ben Lord наверное и подавно должен этих самых разработчиков заинтересовать. Ну и на самом деле, если вы помните, я всегда говорил, что разработать собственную движок, это по сути полдела сделать игру, то есть да, ты можешь быть крутым мододелом, иметь кучу свежих взглядов на то, как проект должен выглядеть, дорабатывать эту самую игру кардинально так, чтобы тебя все фанаты любили, но ты все равно будешь работать на базе какого-то уже существующего проекта, то есть в данном случае на базе Mountain Blade, и прыгнуть выше этого Mountain Blade именно в технологическом плане ты не сможешь, ты все равно будешь работать на той платформе, в той экосистеме, которую тебе разработчики дали. И собственно, если разработчики дали тебе прогрессивную систему, то само собой тебе будет больше возможностей, и соответственно, по факту-то, хорошие моды, они рождаются в тех играх, которые имеют какие-никакие перспективы, именно с точки зрения, что собственно разработчики этим самым мододелом дали. И вот, если говорить более предметно, то Ben Lord определенно стал гораздо более технологичной игрой, и игрой, которая все-таки в гораздо большей мере соответствует тому, что ты ожидаешь от игры 1023 года, ну и на самом деле даже несколько лет вперед, еще вполне себе движок будет свеж и актуален. Да, не самая навороченная графика, не самые высокие технологии, но очень даже неплохо все это дело смотрится. И что же все-таки такого турки-то с днем сделали, чтобы все это дело работало, чтобы все это позволяло мне сейчас сказать, что действительно Тейлорс постарались, и действительно они, по крайней мере, в этом плане не налажали. А все это, на самом деле, упирается в ряд решений, которые я сегодня в видеоролике собрал, и которые я решил для вас показать, рассказать, чтобы вы наконец-то уже увидели тот объем работы, который турки провели. Итак, давайте усаживаться поудобнее и посмотрим все же, что у нас именно в плане движка здесь есть, и на что стоит обратить внимание. Понятное дело, что, конечно же, все пункты будут относиться к техническим нюансам, но какие-то будут больше сторону оптимизации, какие-то будут сторону изменений игры, то есть инструментов монодела относиться, поэтому я так немножечко сгруппировал все эти вещи, но четкого разделения не стал делать. И начнем мы с довольно известной проблемы первой части, а именно оптимизация работы с процессором. Как мы помним, когда-то, когда еще у нас существовал старый движок Mountain Blade, поэтому, конечно, и сейчас существует, но не особенно активно используется, то этот самый движок, он использовал обычно одно или максимум два ядра. Из-за этого на современных новых многопроцессорных системах, когда у вас процессор вроде бы там поддерживал по 16 ядер, эта игрушка не особенно хорошо себя чувствовала, потому что каждая из ядер имела не самую высокую частоту, и за счет этого игрушка тормозила даже на супер-пупер-процессоре. Банлорд определенно в этом мире сделал большой шаг вперед, и здесь разработчики нам рассказывают о том, что они используют специальный Data Orientate Design, то есть это дизайн, который позволяет достичь высокого уровня равномерной загрузки ядер. То есть в настоящее время сейчас около 60-70% ядер полностью параллельны, и это означает, что игра использует все ядер процессор текущего и следующего поколения, то есть по сути все современные процессоры равномерно загружаются, равномерно используют игра их возможностей, и за счет этого она нигде не проседает, если у вас соответственно остается запас процессора. Само собой это совершенно не ноу-хау разработчиков, это достаточно известная схема, и если бы турки эту схему не реализовали, то понятное дело, что их бы точно уже давно посыпали не самыми приятными субстанциями, но тем не менее стоит отметить, что действительно оптимизация именно процессора равновремени в Банлорд реализована очень даже неплохо. Идем дальше. Еще одним достаточно серьезным достижением разработчиков является то, что код игры теперь написан на C-Sharp, а не на питоне, как раньше. Да, конечно, тут есть свои нюансы, и у каждой системы есть свои преимущества и недостатки, но конкретно в данном случае C-Sharp интересен питона тем, что не нужно больше компилировать модульную систему. То есть C-Sharp позволяет поддерживать организацию изменений игру на лету, не нужно никаких отдельных создавать компиляций, и по сути в этом плане у нас с одной стороны игрушка стала более дружелюбной для программиста, с другой стороны мододелы теперь могут гораздо проще работать в этом направлении, можно изменять практически все в игре, кстати говоря, тоже достаточно серьезные изменения, то есть теперь у нас игрушка стала гораздо более модифицируемой, гораздо больше элементов можно изменить через код, и это, несомненно, обеспечивает удобство для самих разработчиков игры, то есть для турок, для мододелов, ну и также для тех людей, которые, опять же, если захотят, возьмутся за работу с этим движком. Кроме того, из выше названных изменений вытекает еще одна вещь, а это то, что у нас теперь в игре можно загружать несколько модулей, а не один, как раньше. То есть мы теперь можем разные мини-моды включить и их вместе использовать. Раньше же вы могли, конечно, через код и через модульную систему все это дело править, но для этого нужно было иметь определенные навыки, нужно было работать с этой самой модульной системой, то есть, опять же, ее компилировать. А теперь можно различные моды включить, и даже можно, по сути, какой-то один большой мод поставить, и на него еще мелкие всякие... Восстановить игрушку даже вроде как не будет, если вам повезет, вылетать от этого. Ну ладно, давайте все-таки вернемся к оптимизации. Еще одним направлением является то, что разработчики оптимизировали расчет GPU внешнего вида меши-юнитов. Что вообще такое меши-юнит? Это, по сути, их модели, которые прорисовываются у вас на экране. И теперь разработчики, вместо того, чтобы производить все эти расчеты каждый раз, когда нужно этот самый меш отобразить, то есть, допустим, когда у вас юнит появляется на экране, механизм движка позволяет эти процессы разделить, то есть он теперь просчитывается разными отдельными процессорами. Например, просчитывание скелетной анимации теперь у нас не верширным шейдером отображается, просчитывается, а совершенно другим и на другом этапе. То есть, хотя оба этапы выполняются графическим процессором, грубо говоря, одновременно, но при этом, при всем, один из этапов, он заранее просчитан и просто в нужный момент прорисовывается, ну а другие, где это все-таки необходимо, уже GPU-шкой вашей просчитывается. Тут, конечно, система достаточно сложная, и я вот лично не особенно ее понимаю, не являясь программистом, не являясь дизайнером движка, поэтому, ну, просто верю разработчикам в том, что, наверное, они постарались это сделать, потому что, понятное дело, что Benlord — это игрушка с большим количеством юнитов, и оптимизация именно просчета этих самых юнитов, в прорисовке их сотнями, а может даже где-то тысячами, ну, конечно, это совсем пока что утопия, но, тем не менее, в теории тоже это важная составляющая. Новая система рендеринга и постобработки. В игре имеется механизм физически обоснованного рендеринга, который гарантирует динобразие материалов в игре. С этими целями разработчикам были добавлены и оптимизированы улучшенная глубина резкости, вирулизация с различным динамическим диапазоном, отражение пространства экрана и окружающая окклюзия. Понятное дело, что все это достаточно специфические термины, но если говорить о конкретном применении всего этого в игре, то, опять же, мы понимаем, что речь идет о том, что в игре теперь у нас есть не просто текстура, которую вы видите, а различные вершины, различные фильтры, отображения, которые позволяют, допустим, кирпич делать гораздо больше похожим на кирпич за счет спецэффектов, а не только эта самая текстура, ну и прочие такие вот вещи. Следующее решение, наверное, заметили многие, это новая система глобального освещения. Если раньше в игре, по сути, у нас были лишь статичные тени, и то, что разработчики прорисовали, то мы и видели на сценах, то теперь у нас есть и статичные, и динамические объекты. Все они прорисовываются в зависимости, во-первых, от ваших настроек, а во-вторых, от того, как игрушка это все дело обрабатывает. Есть в игре такая вещь, как динамическое освещение при Computed Radiance Transfer, и эта система работает таким образом, чтобы у нас была одна сцена с заранее заданными настройками, а дальше уже в зависимости от атмосферы, от времени суток и прочих вещей у нас уже изменяется освещение конкретной сцены. То есть игрушка использует метод, который позволяет заранее рассчитать освещение в каждой точке координатной сетки, и это большой шаг вперед. Еще немножко про шейдинг. Теперь шейдинг частицы осуществляется на отдельном этапе вычислительным шейдером. Что это вообще-то такое? У нас есть небольшие, совсем маленькие квадратики, и на этих самых квадратиках у нас осуществляется результат обработки. Грубо говоря, у нас есть специальный атлас, то есть внутреннее руководство для шейдера, которое производит сложный расчет, но расчет только на конкретных местах. Затрагивая таким образом совершенно небольшое количество пикселей, он снижает нагрузку на видеокарте при отображении пустынных сцен. То есть теперь у нас нет такой проблемы, когда у нас вроде как сцена не особенно богатая на детали, но игра все равно ее всю прорисовывает за счет того, что ей без разницы там много или мало. Плюс данный метод позволяет убрать резкие тени в игре. Еще один элемент, который несомненно относится к техническим особенностям, это тесселяция. Этот инструмент позволяет достичь сверхвысокого уровня детализации за счет добавления дополнительной геометрии ближе к камере. То есть по сути движок добавляет дополнительные детали там, где они будут видны и убирает их соответственно на отдалении. Таким образом, с одной стороны у нас уменьшается общий объем проработанных деталей, а с другой вы именно на первом плане видите максимально качественные модели. И возрадуемся, друзья, на этом моменте технические требования у нас заканчиваются, и я уже начну рассказывать дальше более простыми объяснениями, более простыми понятиями. И начнем мы этот блок с такой вещи, как лицевая анимация. Как мы знаем, в первой части Mountain Blade все персонажи, они вообще в принципе были статичными болванчиками, никаких анимаций лица у них не было, и максимум, что могли сделать молоделы, это добавить текстуру с какой-то там улыбочкой или модельку там подправить как-нибудь. Теперь же в игре у персонажа есть возможность строить отличные лица, корчить морды, да, и прочие вещи сотворять. Пускай, да, конечно же, лицевая анимация в игре это не что-то прям идеальное, и здесь возможно кто-то вспомнить какой-то там масс-эффект Андромеда с ухмылками на лицах персонажа, но тем не менее, Банелорд в этом плане сделал большой шаг вперед, и эту технологию можно использовать. Также, в принципе, можно использовать и технологию волос. Теперь, наконец-то, волосы это не просто какая-то там текстура на голове, а немножечко более хитрая схема, то есть это текстурированная основа с группами пряди волос, они изображаются в виде многоугольников с альфа-каналом, и эти самые многоугольники, они движутся в разных направлениях от основы своей, чтобы придать волосам более-менее естественный внешний вид. То есть это не самая прогрессивная технология, это не самые хитрые волосы, есть на самом деле более интересные вариации, например, от Nvidia Hares есть технология, но хотя бы здесь разработчики отошли от совсем уж примитива. А еще, возможно, удивитесь, но в игре имеется вполне себе полноценный физический движок. Он позволяет адекватно обрабатывать падение и передвижение объектов и даже в теории, наверное, поддерживает разрушение в реальном времени. Хотя непосредственно в игре сейчас это не используется, но в принципе в модах можно задействовать всякий функционал, связанный с физикой, да и в любом случае теперь, по крайней мере, не нужно создавать какие-то костыли, чтобы объекты в игре, которые не являются конями, передвигались и вообще как-то взаимодействовали с игроком. Та же, как бы, у нас имеется физика оружия. Она идет немножко отдельно от основной физики, и в данном случае речь идет о том, что у нас имеется детальный просчет кинетической силы оружия и место попадания. То есть у нас идет просчет замаха оружием, просчет попадания, по какому месту попадает, какая вообще физическая модель использовалась при этом самом замахе, цепи огуливали ли мы там что-то по пути, где, как попали. В общем, это на самом деле очень важная составляющая для игры, которая очень во многом использует именно механику сражений, то есть оружие ближнего боя и тому подобное. Поэтому я считаю, что здесь разработчики очень важную составляющую сделали, и по сути механика оружия, поведение оружия в игре, это та деталь, которая серьезно меняет, в принципе, боевую систему, пускай она какой-то своей основе остается такой же, как и в первой части, но ее технологическое обслуживание это совершенно другое. То есть в Metal Blade 1 мы видели совершенно иную физику, которой, ну, по сути, на самом деле не было, там были простейшие скрипты. Еще немножечко в сторону оптимизации, точнее ее последствия. Дело в том, что в игре у нас за счет всех проведенных действий имеется возможность создавать достаточно большие сцены. Разработчики говорят о том, что у нас, в принципе, размер сцен может составлять порядка 4 квадратных километров, что намного больше, чем в Warband. При этом при всем создании сцен происходит намного быстрее, то есть они грузятся у нас немедленнее вовсе, чем в Warband и даже, наверное, поактивнее. Это все делается за счет того, что разработчики многие моменты оптимизировали. Оптимизировали и загрузку, и помещение в память, ну, и обработку, само собой, и процессором, и вашей графической видеокарты. И это, соответственно, позволяет делать гораздо более интересные сцены, гораздо более проработанные, или, допустим, сцены, которые будут в объеме больше, и за счет этого они их больше поместятся, или же даже можно будет делать какие-то заделы под чуть ли не, может быть, MMORPG-проектов. В общем-то, это сейчас уже имеется. Допустим, вспомним Persistent Empires модификацию. И раз мы уже заговорили про моноделы, давайте поговорим немножко об инструментах моноделов. Вообще, в игре множество различных инструментов, в том числе, допустим, есть инструменты редактирования объектов, ландшафта и флоры. На секундочку, в игре имеется продвинутая система ландшафта, поддерживающая до 16 слоев на сцену. То есть, у вас есть возможность накладывать одни материалы на другие прямо через редакторы, прямо через встроенные инструменты, и вы получаете различные типы местности, различные слои. Например, на землю ложится снег, камни, травы. Все это объединяется, создает аэристичную среду. Можно все это дело прямо через инструменты перекрашивать, можно отрегулировать на лету уровень воды, можно настроить различные параметры прозрачности, цвета, и все это будет видно вам сразу, без дополнительных каких-то проработок, обработок, компилирования и тому подобное. Можно даже на лету добавить флору, причем это будет отдельный слой, и эта самая флора, она будет, мало того, что иметь какую-то конкретную, настроенную вами плотность, форму и тому подобное, так еще, и она будет хорошо работать с изменением вами ландшафта, то есть не нужно будет все пересчитывать, переделывать, менять, и все это дело изменится, после того, как вы просто поменяете ландшафт. Причем все это дело работает не только с деревьями, но и с травой, с небольшими камнями, грибами и тому подобным. Еще одним изменением является то, что движок у нас теперь включает систему классов для объектов, то есть у нас используются специальные скрипты, которые позволяют вам сделать более динамический объект, например, ветряные мельницы, вращающиеся паруса и тому подобное. Опять же, это позволяет теперь не использовать костыли, не огородить какие-то огороды, а просто включить нужную опцию с помощью скриптов и теперь все это будет работать полноценно на уровне редактора, а не на уровне каких-то там дополнительных хитростей, которые раньше использовали моноделы для первой части. Еще одним шагом вперед стали продвинутые навигационные меши вместо простейших точек передвижения. Наверное, многие помнят, как в первой части юниты пытались бежать сквозь стены и дома и вообще не очень так адекватно перемещались. Теперь же, хотя с наделом все равно нужно заботиться о специальных навигационных мешах, работа с ними стала гораздо проще, а использование их юнитами гораздо более эффективным. Теперь вам по сути нужно просто определенные точки задать и юниты будут сами видеть всю карту целиком, видеть, куда им можно бежать и куда нельзя. И за счет этого их навигация по карте станет более эффективной и реалистичной. Ну и еще несомненно большим достижением разработчиков стало то, что движок в принципе теперь гораздо лучше закомментирован и не закрыт, как раньше. Давайте вообще вспомним, как разработчики использовали этот самый движок, когда разрабатывали огнем и мечом, или же допустим Глория Синека. По сути, тогда у нас речь шла о том, что либо сами разработчики вносили изменения в движок, либо же авторы нужного проекта сидели и пытались понять вообще что тут турки натворили. Теперь же все это ушло в прошлое, движок использует конкретные нужные классы, параметры, документации на него есть, можно все изменять внутри редактора, а не через какие-то там отдельные файлики, все это дело хитро компилируя. И это опять же обеспечивает в теории возможность движок продавать и использовать его для собственных игр каким-то там небольшим инди-компаниям. Ну и еще пара моментов, которые сами разработчики тоже описывали, но детальной информации по ним не было. Я лишь тут сейчас говорю о том, что по факту я увидел, что я могу субъективно отметить. Во-первых, это доработка искусственного интеллекта на глобальной карте, то есть то, что босса теперь реагирует на различные параметры, что происходит на глобалке, пытается все-таки учитывать различные факторы, у них есть своя система предпочтений, различные паттерны поведения, они теперь не просто там бегают рандомно, а все-таки какие-то имеют планы заранее созданные. Ну и плюс также это продвинутая система персонального искусственного интеллекта бойцов. То есть если поведение именно отрядов не сильно поменялось в игре, то вот личная сила бойцов теперь определяется не только его здоровьем и скоростью боя, но и различными персональными настройками, которые в свою очередь зависят от сложности игры, ранга юнитов и некоторых других параметров. Допустим, какие-то там крестьяне, они будут чаще ошибаться, вести себя менее профессионально, а наоборот сильные салаты будут гораздо увереннее себя чувствовать и гораздо активнее сопротивляться. Ну и наконец в заключении еще два момента, но эти моменты в отличие от предыдущего обещали нам разработчики и дальше вроде как в игру ввели, но по каким-то причинам отключили из итоговой версии. Во-первых, это симуляция ткани. Во-внем дневники разработки, в которых нам показывали, как будут извиваться знамена, как у нас будут всякие элементы одежды эристичные перемещаться, но почему-то разработчики, может быть, в силу того, что им не удалось это адекватно оптимизировать, решили, что нам наверное стоит это все дело отключить, и в итоге мы получили статичные флаги, деревянные элементы брони и прочие радости жизни. Хотя, вроде как, наверное, все-таки команда в итоге это может доработать в будущем, и тогда мы получим уже то, что когда-то нам обещали. Ну и также они нам когда-то обещали такую вещь, как система инверсивной канематики. Что это если по тебе кто-то бьет, то скорее всего ты прямо железнобетон на этот самый удар не встретишь. У тебя будет, скажем так, некая инерция, точнее даже инерция меча передастся тебе, и ты, допустим, этим самым щитом немножечко в сторону поведешься. Вот это самое было реализовано и в игре, точнее разработчики хотели это все дело реализовать, то есть когда у нас щит или меч что-то попадает, то есть допустим стрела или оружие, то у нас объект, который мы в руках держим сначала немножечко по физическим законам отдернется, а затем вернется в изначальное положение. И это как раз и есть система инверсивной кинематики. Она принимает в расчет силы удара, направлений и тому подобные вещи. Видимо, опять же, здесь у нас речь идет о том, что такая система она слишком серьезно жрала ресурсы компьютера, и разработчики ее временно, ну или может быть даже навсегда, хотя, конечно, не хотелось бы, отключили, и, ну, видимо, оставили, может быть, даже как там на потом. Хотя система очень интересная, мы ее видели даже в каких-то отдельных видеороликах, облизывали все, но в итоге в релизе не увидели. Но я там закругляюсь, я вроде как все вещи, которые смог надыбать в дневниках разработчиков, в отдельных их заметках, видеороликах и прочих вещах собрал в этот самый видеоряд мой сегодняшний, постарался максимально детально всю имеющую информацию вам изложить, и надеюсь, она окажется по крайней мере интересной. Ну а с вами был Иван Окс, спасибо за просмотр данного видеоролика, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok